Всем привет, ребята! Зелёный шеф, мы в Леруа Мерлене выбираем инвентарь для фермы микрозелени. Вообще для любой сети фермы. Покажу, расскажу вам, что лучше купить, какие распрыскиватели взять, какие шланги взять, что вообще в Леруа Мерлене можно приобрести. Сейчас пройдёмся, посмотрим, всё расскажу, покажу. Вы лучшая микрозелень, вперёд, погнали со мной по магазинам. Из садового инвентаря нам практически ничего не надо. Единственное, я посоветовал взять вот такую лопатку, перемешивать кокос, когда вы замочили. На отделе шлангов хорошо взять шланг, только, ребята, три четверти не берите, это толстый шланг. Нам такой не надо для полива, это для большого сада. Нам подходит полдюйма обычный шланг. Главный фактор, ребята, попробуйте его согнуть, если он так заламывается, это фигня. Мало обмоток, значит, дешёвый. Такие шланги не советую брать, потому что он как бы прикольный, но он потом течь начинает, этот шланг растягивающийся. И когда вы выключаете воду, он начинает сжиматься, и вы отбежите к крану с ним, потому что он сжимается и притягивает вас назад. Сразу же к шлангам возьмите коннектора, очень удобно. Подсоединяйте к шлангу через коннектор легко пистолет. Пистолет выбирайте, ребята, чтобы был режим душ. Вот, смотрите, какие режимы есть. Обычно режим душ везде есть. Туман, как вот нам надо. Два режима, и хорошо, когда они рядом. Бывает шауэр, а мисс тут, и приходится щёлкать постоянно. Вот метабовцы красавцы. Тяжёлый хорош тем, что вы когда в ведро для замачивания семян кидаете, и наполняете ведро, допустим. А когда лёгкий, из пластика, его бывает от напора прям с ведра выбрасывает, и девочки меня всё время просят, возьми на металлические тяжёлые. У вас шланг здесь подсоединён, и вы раз, одели, и всё, и поливает. Щёлк отсоединили, но берите там, где со стопом, тут видите, сквозная дырка, он не подходит. Надо брать, который называется, вот, с клапаном. То есть вы когда одели пистолет, вода идёт. Потом вы сняли, клапан сразу закрыл воду, у вас тут вода не лупит. Даже если подсоединена вода под давлением, поняли, берите сразу с клапаном. Важный момент. Хорошая тема опрыскиватель. Это накачиваемый, тоже как для старта, вполне нормально для небольшой фермы. Опрыскивать семена хорошо, когда с изгибом таким есть. Я даже немножко выгинаю его, чтобы прыскать по семенам. Ну вот, аккумуляторные чуть подороже. Видите, аккумуляторные, это типа 40 долларов китайцы. Большое не надо брать, 18 литров не надо. 15-12 литров аккумуляторные пойдут. Пшикалки можете взять себе сразу. Если у вас мало семян, маленькая фермочка. Если на распрыскивателе такой для вас много. А между пшикалкой и распрыскивателем находятся вот такие пшикалки для обработки семян, для обработки растений. С носиком даже, смотрите, с таким интересным. Мерочка интересная. Домой, кстати, возьмусь. И на ферме тоже пригодится отмерять воду, когда вы удобрения какие-то разводите. Или там вам надо 3 литра воды четко отмерить. Вот жидкости. Раз-раз, три эти штучки отмерили, там добавили удобрения. Тоже очень хорошо, чтобы не смотреть тут. Бывает здесь сразу с такими рисочками, литражом. Сразу ведра взять для замачивания семян. Берите максимально темные ведра, чтобы меньше водорослей на них от света было. Ящики для горошка вот хорошие. Смотрите в ящике, чтобы горошины не проваливались. Это когда вы замачиваете много гороха. И вот вы на ящик его скидываете. И он стекает у вас. Вот мы такими ящиками пользуемся. У меня два полных вот таких ящика гороха. После замачивания каждый день стоит, стекает. И потом девчата сеют. То есть примерно в такой ящик помещается 5 килограмм сухого гороха, которые превращаются в 10 килограмм. Это где-то вот так вот в ящике. Если вы пользуетесь насосами, вот гидрофоры хорошая штука. Если вы отстаиваете воду, я советую брать самый дешевый, с гарантией не париться. У нас не такие объемы прямо на фермах. Даже если это ферма 100, 150 метров. Такого насоса хватит на пару лет. Нет смысла там вкладываться, покруче там. Простой, с гарантией главное, чтобы поменять. Для стеллажа можно взять такой дренажный насос. Ну я беру аквариумные помпы, но знаю, что ребята часто дренажными насосами пользуются. Тоже, если берете, берите самый маленький, самый минимальный. Вот, допустим, 25 долларов насосик, 40 литров воды. Вот таких для стеллажа вполне хватит даже много. Можно еще вот слабее взять. Стеллажи в Leroy советую брать. Лучше самому собрать или купить стеллажный профиль, ребята. Или купить Joker, есть такая система. Или как я собираю, если у вас такая ферма, там не на показуху, с обычного гипсокартонного профиля. Потому что мастырить в эти стеллажи, протвиня, высота у них, ширина, углы не попадают. Короче, натыкайтесь или прям четко замерите и выберите данное. А так, наугад, если купите, точно не попадете в струю. Ну, вот она, эта система Joker, в которой собирать стеллажи. То есть, вы покупаете, режете ее нужной длины. Какие переходники специальные есть, труба в трубу вставляется. Легко закручивается, легко меняются уровни. Но, бляха-муха, ребята, она не дешевая. Сразу возьмите вентиляторы себе на ферму. Вот прикольные настенные поворотные. Круто, когда эффект ветра создается на ферму. Потому что влево-вправо. Но минус их, что у них цена, блин, по 30-40 долларов. Лучше вон за 10 долларов вентиляторы вот такие поворотные. Он тоже поворачивается, тоже дует. Его можно расположить вверх ногами, там где угодно. Приклеить, прикрутить. В общем, как мы только их не мастырили. У них приятная цена. Их хватает на 2 года. Это в 3 раза дешевле, чем тот маленький. А принцип действия тот же самый. Он лево-вправо поворачивается, создает эффект ветра. Как мойку советую использовать душевой поддон. Я беру вот металлический душевой поддон. Советский. Самый дешевый, ребята. И устанавливаю его как мойку. Поняли? То есть на уровне мойки ставлю его. Удобно. Вот горов, когда я показывал ящики. Сюда 2 ящика становятся. Протвиня помыть. То есть глубокая мойка. Потому что мойку если вы будете отдельно заказывать металлическую. Это в 3-4 раза дорого. Самый простой душевой поддон. Я даже поначалу себе в интернете искал на OLX. На Авито бушные поддоны там по 10 долларов. Ремонт люди делают. Ставят себе крутую ванну. Снимают поддон. Да, поддоны такие нормальные. Помыл его с домососом и погнали дальше. Ну и туалет не забудьте на ферму. Если у вас нет. Такой уже расклад. Поняли? Можно от строителей купить. Я покупал как-то. В интернете много туалетов от строителей. Все хороший. Стуалет просто им строители пользовались. Люди там купили себе покруче. А этот продают. Тоже как вариант. По освещению зелени без хороших вариантов. Я вот взял бы такой светильник. 36 ватт. 6,5 тысяч кельвинов. То, что нам надо. Он рассеивает свет. Он защищенный. Его можно протирать. Метр двадцать наш вариант. Вот у кого стеллажи поменьше. 90 сантиметров. Люминесцентные лампы многие хотят покупать. Они дешевле, ребята. Да. Но к ним надо покупать кучу всяких драйверов. Всего. И плюс она светит 36 ваттная. А светит как вот эта 16 ваттная. Или 18 по световому потоку. Поэтому люминесцентки уже отпали. Вот к люминесценткам надо брать вот такую штуку. Вот такой конденсатор. Там еще внутри вложен такой железный тяжелый этот. То есть за это еще заплатите кучу денег. А эти LED просто с одной стороны плюс, с другой минус. Воткнули. Смотрите, важный момент. Спрашивайте сколько гарантии. Вот допустим у этих ламп, что я брал, гарантия два года. У этой лампы два года, а у этой уже один год. Это очень важно. Потому что когда вы набираете много ламп, видите, у него гарантия год и она стоит дешевле. Там разница небольшая. Лучше взять с гарантии два года, сохранить коробки, потому что лампы горят. Как ни крути, все равно. Когда вы берете много, там 30-50 штук. Там при очередной поездке в Леруа Мерлен приедете. А как вы меняете лампы? Легко привез лампу вам и быстро поменял ее, да? Можно я на камеру сниму, да? То есть быстро привожу. Вот я испорченные лампы, приношу вам сюда или куда я садил. Чек сохраняю. Чек? И лампу. И вы сразу даете мне другую лампу. То есть не надо там ждать две недели. Вот принесите в лампе. Тут надо коробки. Ага. Принес вот с коробки лампу с чеком. И прямо сюда к вам нестили отдельно? Сюда к нам. И вы мне прямо тут меняете, да? Вот еще плюс какой. Видите, что сразу вы принесли, вам поменяли, купили еще чего-то. Очень круто. Молодцы. 7 долларов, 36 ватт, 6,5 тысячи кельвинов. Вот такая вот панель. Слышишь? Это для микрухи огонь. И переближать ее можно. Свет равномерный будет. Световой поток. Возьму, наверное, попробую, ребята. Расскажу вам потом, что получилось. Еще с панелями я такими дела не имел. Но цена, конечно, вообще... И представляете, эта панель еще идет в комплекте с драйвером. Нормально светит и рассеивает свет. Я думал, что сейчас такие полоски будут света. А тут мягко рассеивает свет. И на микрозелень бы светило. Круто. Я возьму себе, наверное, попробую, ребята. Расскажу, как. Ходил, выбирал рассеяние. И тут смотрю, опа, какое-то знакомое растение. Интересные листики у него. Понюхал, а это... Не, ну, это просто клен. Интересными листами. Ложный клен. Можно, кстати, пищевые цветы купить вот в том же Леруа Мерлене. Это виола. Вот она растет. Вот они, пищевые цветы. Вы уже покупаете такой горшочек. Обстригаете его. И поливаете нижним поливом. И месяца два-три его стригете, стригете. Он цветет, цветет, цветет. Даете ему света побольше. Ну, ролик я сделаю. Более подробно все это расскажу. Только петунию не покупайте. Петуния не пищевой цветок. Не все пищевые цветки. Вот, бегония пищевая. Ее можете взять. То есть, тоже приятные цветочки. Я не знаю, меня охранники за это. Не хлопнут кисленькие. Это бегония кустовая. С большими листьями. Есть бегония с мелкими листьями. Кислица интересный цветок. И цветки пищевые у кислицы. Вот она. Это сорт антрацит. Кисленькие, приятные. И листья вот эти пищевые тоже повара их любят. Вот так вот прям кушают их. Блюда ставят. Они тисненькие, вкусные. И размножать ее легко черенками. Цена у нее 2 доллара. В Леруа, кстати, хорошая цена на кислицу. Обычно она дороже. Ну что, ребят. Обзор Леруа Мерлен закончен. Скажите, какие еще обзоры вы хотели бы. Подписывайтесь на канал. Вы лучшая микрозелень вперед.